Доброе утро, дорогие мои подписчики, гости моего канала! И сегодня, пока нет яркого солнца, я хочу у вас сделать небольшую обзорную экскурсию, насколько мне хватит памяти на телефоне, и посмотреть, что же изменилось в моем саду. И заодно поболтать на тему блогерства. Ну и так, начнем. Знаете, я почему-то люблю свой сад. Здесь у нас рабочее место вместе с сыном напополам. Значит, я люблю свой сад почему-то начинать вот именно с этой стороны, против часовой стрелки. Итак, что у нас тут изменяется? Или нет? Давайте сначала о тему блогерства. Вот сегодня одна из моих подписчиков прислала мне на Viber видео со своими флорариумами. Ну правда, очень интересно, очень здорово сделано и очень интересно. Но человек, знаете, с одной стороны стесняется, с другой стороны не знает, как это донести до мира. Почему я говорю, что это нужно делать? Потому что, во-первых, у тебя вырастает самооценка, когда начинают хвалить то, чем ты занимаешься. Во-вторых, как правило, в жизни у нас очень ограниченный круг наших родных и близких, кто видит ваше хобби и увлечение. Это все равно, что, знаете, ну я не знаю, собирать редкие картины, да, и сидеть, смотреть их, ну вот повесить в комнате и сидеть, их рассматривать в одиночестве. Лично я всегда люблю, ну вот знаете как, почему я говорю, я езжу на отдых одна, очень люблю ездить одна, но в паре с человеком, который точно так же мыслит, дышит, видит, это намного приятнее, потому что красоту нужно лицезреть в компании, скажем так, да. Поэтому я осознаю, какую ответственность я взяла на себя, создав свой канал и пригласив вас сюда, занимая ваше личное время, потому что сама некоторое время назад столкнулась с тем, что где-то года три тому назад, наверное, я была подписана на блогера на ютюбе, девушку, женщину Марию из Канады, насколько я помню. Она формировала тоже свой садик, растения, и вы знаете, это было настолько здорово, это было настолько классно, что просыпаясь я каждое утро, ну скорее включала ютюб и смотрела, не загрузила ли она новые какие-то видео. И вот она, мы, я жила вместе с ней, с ее коллекцией, понимаете. Вот она загружала, вернее, она покупала какие-то растения, она радовалась их появлению, она радовалась цветению, я радовалась вместе с ней. И я вместе с ней все это делала. То есть мы вместе с ней устанавливали стеллажи, расставляли растения, добавляли увлажнители, да. То есть это было настолько захватывающе, это настолько было мне интересно, что я жила какое-то время вот этими видео. То есть просмотрев с утра ее видео, у меня поднималось настроение. И потом в какой-то момент она пропала, пропала, и я даже писала ей в комментариях, думаю, ну наверняка как-то по почте электронно наверняка она получит вот эти мои сообщения, что куда вы пропали, что с вами случилось, почему вы не записываете новое видео. Вы знаете, я скучала, я вам честно скажу, я скучала по ее видео, я скучала по ее садику. И потом, когда она вышла уже через год, наверное, в эфир, в общем оказалось, что садика ее уже нет, что-то там случилось с ее садиком, у нее там были проблемы с работой, еще что-то, ну в общем было не до записи видео. Но я хочу сказать о чем, что она, знаете как, мы в ответе за тех, кого мы приручили, да. Так вот в этом случае она приручила массу подписчиков, ну там какое-то количество подписчиков у него было, которые уже привыкли к ее видео, которые ждали ее видео, которые скучали по ее видео, да. Как будто что-то потеряли, кусочек какой-то из своей жизни они потеряли. И поэтому я тоже, в общем-то, осознаю меру ответственности и знаю, что может быть кому-то, вот так же кто-то мои видео будет ждать, смотреть, а у меня не всегда будет возможность их записать, потому что сейчас я записываю видео, потому что идет карантин и у меня много свободного времени. А как только я выйду на работу, времени у меня станет меньше и готовиться, знаете, готовиться к видео у меня не будет такой возможности. Ну не будем о грустном, давайте все-таки о приятном. И еще один видеоблогер, на который тоже я безумно люблю смотреть его видео. Кстати, ту девушку звали Мария, 279 по-моему у нее ник был. Если хотите, посмотрите ее видео, ну несколько лет назад она снимала про ее садик, очень интересный. И второй видеоблогер это Флора Мэна из Санкт-Петербурга Саша, молодой человек, у которого прекрасная коллекция растений, который тоже очень увлечен на них рассказывает. И тоже вот он в последнее время летал в Таиланд, насколько я поняла, отдыхать. И приехал уже в момент практически закрытия границ. Вы не поверите, я переживала за него, как за родного. И я была очень рада, что он вернулся, у него не возникло проблем с возвращением на родину. И ждала новых его видео. Вы знаете, я все время ждала, когда же он покажет, что он привез, когда он расскажет, как он проезжал границу. Ну то есть, понимаете, а человеку было какое-то время некогда. И вот я каждый день включала этот YouTube, я искала этого Флора Мэна. Когда же он выложит нам это видео. В общем, вот такая вот зависимость. Я же говорю, цветонутые и цветоманство – это диагноз. И вы уж простите меня, если кто-то действительно проникся моим садом и будет ждать новые видео, я очень буду стараться их записывать. Но не всегда у меня есть возможность это делать, просто из-за времени. Ну а сейчас давайте быстренько пробежимся по моему саду, пока нет яркого солнечного света, при котором очень сложно снимать. Я вам покажу, что у меня, значит, у меня, что у меня изменилось. Что у меня прежде всего сегодня, какие у меня радости сегодня. Ну у меня в спальне на окне стоит адениум, и он зацвел. Ребята, это счастье, потому что зацвел он впервые за два с половиной года. Я сниму видео отдельно по адениумам, потому что история с адениумами там была вообще. Она и продолжается. Вот, я вам покажу, расскажу, но пока я еще не созрела до адениумов. И вот один из адениумов зацвел. Не могу вам показать его сейчас, потому что адениумы нельзя трогать. Насколько я вычитала, их нельзя трогать во время цветения, иначе они сбросят цветы. Он и так мне сбрасывал цветы периодически, и вот это уже, наверное, третья его попытка зацвести. И вчера расцвел первый цветочек, раскрылся. Я очень рада, счастлива. Я, конечно, засниму маленькое короткое видео и вам выставлю его. Ну а сейчас давайте пробежимся по моему саду. Что же у нас здесь сегодня? Какие у нас изменения? Какие у нас радости? И что мы видим с приходом весны? Конечно, мы с приходом весны видим, что все растения наши начинают расти. Появляются новые листики, откуда-то выходят огромные здоровые ветки. Растения наши зацветают, те, которые цветут. Ну давайте вот по порядку. Вот этот папоротник, помните я, по-моему, вчера я, нет, я вчера, наверное, не досняла это видео, потому что у меня не хватило памяти. Смотрите, папоротник варегатный, он у меня находился вот здесь вот, где хлорофитум, и на него попадало слишком много солнечного цвета. И он стал бледнеть, вы знаете, он стал бледнеть. Но сейчас вот я его так обрызгала, сейчас скажу, фитовермом, фитоверм, по-моему, да, это препарат железа, и полила тоже, и полила тоже от хлороза. Ну, вы знаете, я вот эти все, я, конечно, сниму, они у меня есть, все эти этикетки, но запоминать название, ну, для меня это прям сложно. В общем, я полила, обрызгала, и вы знаете, листиком вернулась вот эта свежесть, декоративность. Посмотрите, какие красивые декоративные листья, посмотрите, это что-то необыкновенное. Я долго о нем мечтала, потом нашла его в Астрахани, мне его прислали автобусом, буквально две тонюсенькие ваечки, и вот за год, ну, вот он нарастил вот столько вай у меня. Так, поехали дальше, хлорофитум, хлорофитум у нас цветет и пахнет, ну, это цветет, так говорю. Ну, посмотрите, какой он красавчик, просто необыкновенно здорово вписался в мою коллекцию. Нисколько не жалею, что я его все-таки купила. Дальше у нас идут варегатные растения азистазия и шефлерка. И здесь же в уголочке притаился фикус триангулярис, да? Смотрите, какой он выпускает белые листочки. Видите? Здесь же мой красавчик, красавчик, после которого я сказала, что дорогие растения я покупать не буду. Стоил он 1300 в прошлом году. Ну, и вот он, наконец-то, пошел у меня вроде бы как в рост. А то стоял такой вещь несчастный, не знала, что ему не хватает. Видите, вышли очень красивые. Видите, какие варегатные листочки? Это просто. Вот этого я от него и жду. Варегатные красивые листья. Дальше мое несчастное мужское счастье тут страдает. Выпустила цветочек, с которым у меня никак не складываются взаимоотношения. Видимо, с мужским счастьем у нас все плохо в семье. Хотя я его поставила рядом со спатифелем, как говорят. Что гармония в семье будет, когда спатифелем и антуриум стоят вместе. Вот он. Ну, будем надеяться, что за это лето он все-таки очухается и придет в себя. Дальше гардене у нас набирает бутоны. Посмотрите, она вся-вся-вся в бутонах. Точно так же я ее подкормила и обрызгала от хлороза. Дальше, посмотрите, моя купленная на распродаже хойка. Вообще, такая она несчастная, ребят, была. Ну, такая она несчастная и страшная была. Вот можете по вот этим листикам посмотреть. Я даже не понимаю, что это такое вот на листьях такое. Сейчас я, может быть, приближу. Вот посмотрите. Я даже это смыть не могла. Какие-то заскорозлые листья. А вообще, вы знаете, я с такой любовью, когда посадила ее вот в этот глиняный горшочек, вы знаете, я с такой любовью ее протерла раствором лимонной кислоты, набрала водичку тепленькую, туда добавила сок лимона и протерла все листики. И посмотрите, как она блестит, посмотрите, она дает мне новую веточку, выходит. Видите, новая веточка. Ну, в общем, я ей очень довольна. По-моему, она тоже мне довольна, потому что, видите, как хорошо она сейчас выглядит. Ну, спотифилум домино все видели, все знают, моего красавца. Я его очень люблю. Гордость, моя гордость. Я над ним трясусь, потому что это мое счастье. Драцина саркулеза. Вот, пожалуйста, выпустила новый такой салатовый, потому что она попала как раз на солнышко здесь и на нее попадает. Она выпустила новый салатовый листик. Она выпустила бутончики вот такие на нескольких веточках вон там, видите? Вон. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вон еще один вон, видите? Так, фикус Али растет. Очень меня радует. Приобретен был, вернее, выпрошен был от росточек в фитнес-клубе. Уже мне удалось его за несколько месяцев, наверное, он у меня полгода, я его уже даже, он очень хорошо пошел в рост сразу же. Я его обрезала, черенок укоренила. И теперь у меня в одном горшечке стоит два растения. То есть у меня будет пушистый куст формироваться. Так, и давайте, наверное, я сниму все-таки два или три видео. Я боюсь, что вот такое продолжительное видео, во-первых, вам надоест, а во-вторых, возможно, не уместится в мою карту памяти. Вчера была такая проблема, что на середине мой телефон сказал, что извини, дорогая, я больше не в состоянии вмещать растений твоих. Давайте я вот на этом прервусь и сниму часть вторую, а может даже еще и третью.